Спасибо, что пришли. Рада вас всех здесь видеть. Хочу начать с того, что мы не экологи, не эксперты, и активисты из нас тоже так себе, но все мы жители Алматы, и проблема, о которой мы хотим сегодня поговорить, это такая животрепещущая, острая, из года в год становящаяся все более катастрофичной. Проблема экологии, загрязненного воздуха Алматы, и того, что воздух нас просто изо дня в день убивает, об этом невозможно молчать. Всем привет, кто нас смотрит. С вами «Разговоры в степи». Это наш спецэпизод, посвященный годовщине с момента проведения митинга в Алматы за чистый воздух 26 февраля 2022 года. Меня зовут Дания, и сегодня с вами еще наш выпускающий редактор Шолпан. А еще у нас в гостях гражданский активист Мурат Данияр, более известный как Журтамбаласе, и эко-активистка, соосновательница проекта «Ресайкл Берге» и авторка подкаста «Экология без паники» Покизация Лобекова. Да, кстати, очень классный подкаст, советуем послушать. Давайте тогда начнем с того, что для вас лично значит проблема экологии вообще, как она на вас повлияла. Расскажите о своих каких-то эмоциях, чувствах. Ну, Рат, да. Что могу сказать? Ну, последние, наверное, два года почему-то экология, вообще проблема экологии не только Алматы, но и земли меня начала волновать почему-то, я не знаю. По сути же, это мало кого волнует. Ну, плюс еще, ну, это было до фильма «Тонт Лука», так что, не думайте, что это. Просто после фильма начал переживать за экологию. А я, блин, так и подумала. Нет, 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 я не настолько. Ну, это интересно просто, у меня аллергия появилась 20, у меня сейчас 26, когда мне было 23, у меня аллергия появилась. И я понимаю то, что у детей, а, у многих алматинцев с годами аллергия появляется сама по себе. У такого есть аллергия? У меня есть аллергия. Да нет. Вот у меня аллергия, но она появилась с возрастом. Да, да. Потому что вообще до этого не было. И она такая странная, ты можешь сидеть дома, она вообще ни разу не проявляется. Потом ты выходишь на улицу, и вот эти выхлопные газы, вот этот смог, и, короче, ты чувствуешь себя плохо, дышать невозможно. Вот что-то такое, наверное. У меня просто у старшего брата с детства аллергия, я помню, как он в школьные времена прям лежал там с полотенцем на лице, ему что-то все чесалось, он чихал, и я не смеялся над ним. Да, 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 но это меня тоже кослось. И, ну, это бывает в конце, в конце августа, октябрь, ноябрь. Угу, сезон, да. Да, сезон прям жестоко, больно мне. А у тебя показать? У меня, я не знаю, к радости, наверное, у меня аллергии нет, я не страдаю, но у меня в окружении очень много людей, у которых аллергия, особенно вот дыхательных верхних путей, это в основном дно всегда забивается, у моей родной сестренки, у нее вот, как ты говоришь, у нее, например, сезонная аллергия, все, и она почти не дышит, ходит всегда с этими каплями, чтобы хоть как-то продышаться. Вот в такие моменты мы стараемся просто в горы уйти и просто продышаться чистым воздухом, и это реально помогает. Если вы заметили, вот кто ходит постоянно к терапевту, многие сейчас терапевты, они прям открыто говорят, неделю один раз, хотя бы несколько часов ходите в горы просто подышать, не надо прям высоко подниматься, просто меделы, высшие меделы, просто продышитесь, и, к сожалению, это помогает. Вот здесь вот, к сожалению, да. А у тебя? У меня нет аллергии, но я не аллергия, я из Уральска, я здесь живу шестой год. Подожди, подожди, скоро все будет. И до вас дойдет. До встречи аллергии. Я живу шестой год, я очень боюсь того момента, когда у меня начнется, но я понимаю, что, скорее всего, она начнется, поэтому, да, это грустно. А у тебя? Ну, вот, да, у меня появилась, ну, я коренная алматинка, у меня появилась, наверное, к 20 годам примерно, где-то так. Ну, в общем, мне тяжко дышать тоже, и я не ходила к аллергологу, я не знаю. Кстати, я тоже не был к аллерголог. Ну, это какая-то вот такая, я думаю, блин, ну, я живу в Алматы, наверное, пока я здесь живу, это не изменится. Вы измените, да? Я же казашка. Это моя безответственная слушательность. У меня еще, короче, постоянный, периодический кашель. Я ходил, снимал КТ, у вас легкие чистые, типа там сатурация, все четко у вас, легкие, великолепные. А вот ХОБЛ, вот заболевание, хронически абструктивная болезнь легких, там, оно показывается в КТ вообще? Честно, я не спец, но если врачи не обнаружили ничего, я думаю, нет. Ну, я вот недавно видела, как выглядит снимок КТ, мне кажется, там должно быть, типа там видно по рентгену, врач или там аллерголог, или лор, кажется, ну, он определяет. Просто мне, я когда вот с экологами общался, они мне говорили то, что вот ХОБЛ, это как раз-таки вот самая основная болезнь, которую вызывает смок алматинский. А как вы вообще относитесь к вот этой теории о том, что любой алматинец, даже самый ярый зожник, все равно выкуривает 7 сигарет в день? Получается, выкуривают 37 в 2 дня. Я шучу, я не курю, я не курю, я не убиваю, это плохо. Да, согласна. Ну, я, наверное, верю все-таки в эту теорию, потому что врачи даже советуют не бегать, когда близко к дороге. Вот особенно люди часто бегают на дорожке для велосипеда, вот, вообще не советую. Если бегать, то хотя бы когда минимум машин, там, с утра. Ну, сейчас, конечно, правда, холодно, потому что с утра очень холодно для пробежки, но я вообще не советую бегать вдоль дорог. Ну, это прям реально, потому что в растениях видно, когда вот эти вот зеленые пояса вокруг дорог сажают, нам сажают специальные деревья, которые могли бы максимально поглощать вот эти вот газы и выделять кислород. Но даже при этом многие растения не выдерживают. Вот вы замечаете, Польфорайдик, там чуть ли не каждый год пересаживают эти растения, потому что они не выживают. Вот, а мы там еще бегаем. Я думал, это просто откатываем, просто делаем. Кто все уже видит, кто все видит. Ну, вот у меня много друзей-курильщиков, и я в какой-то момент в университете проводила, типа, там, какая-то активность, чтобы заставить людей бросить курить. И я, в общем, проводила опросы, и такая, ну, почему ты не бросаешь курить, это же вред на это здоровье. И многие мне вот просто на полном серьезе говорили, ну, мы живем, мы ты живем, типа, какая разница, я курю или не курю, у нас легкие все равно в ужасном состоянии. Ибо неужели, правда, чтобы наладить свое здоровье, нужно просто уезжать из этого города, как вы думаете? По-любому надо валить из этого города, как вы думаете, ну, еще, да. Все, заканчиваем. Можно все уже заканчиваем. Ну, во-первых, он перегружен. Ну, уже вечером невозможно двигаться. Во-вторых, это проблемы с экологией. В-третьих, что сейчас там мои фобии, это землетрясение. Прям, ну, тоже столько, да. И учитывая то, что Алматы – это основной финансовый центр, ну, не дай бог, землетрясение случится, весь Казахстан будет страдать от этого. То есть, что я хотел бы свалить с Алматы в Актау, например. А вот ты же долгое время жил в Актау, да, какое-то время? Да, полтора года или два года жил в Актау. В Актау с воздухом все. Намного лучше. Ну, еще там морской аквейм. Ну, там, конечно, есть свои приколы. Там не ПМ 2.5 не смог. Там вообще Актау уже построили, чтобы уран добывать. Там есть МАЭК, там Магасталовский атомный электрокомбинат. То есть, там была атомная электростанция. Ее в 90-х годах… Отсюда и началось, кстати, то, что мы говорили. В 90-х, 80-х ее, короче, ну, остановили, и до 2050-го года все еще будут реакторы, короче, усыплятым разным. Захранивая, да. И там есть озеро Хошхарата, куда сливали вроде бы все радиоактивные отходы, и когда поднимается ветер, а в Актау ветер, это практически каждый день, он накрывает город. Все-таки есть частицы в ветер, да? То есть, там не ПМ 2.5, там радиация. А что хуже? Где жизнь Казахстану? Вопрос. А вот, ну, ты жил в Актау некоторое время, и получается, из-за радиации ты все равно не почувствовал какой-то разницы, ну, именно вдыхать. Ну, тебя так же мучила аллергия. Ну, там, радиация, она условная, потому что в 2008 году там делали исследование, брали, короче, ДНК у крыс. И видели какие-то изменения, и, ну, Акимат должен был что-то сделать, но нет такого, то, что там про это жители беспокоятся и так далее. Да, об этом никто не говорит. Да, то, что я ощутил на себе. Но, когда я еду в Актау, в любом случае, мне спится лучше, пропадает аллергия. Уже показатель. Да, в Актау у меня нет аллергии. То есть, ты там каплями не пользовался? Ну, каплями не пользовался, потому что я ксимилиновый наркомат, то есть, я в один момент, и у меня уже где-то год, короче. И посоветуйте хорошую лору врача в комментариях. Надо к ней сходить. Но у меня аллергии нет в Актау, и в Актау я ни разу не болел. Ух ты. В Алматы у меня стабильно в год два раза ангина. А, ангина. В Актау ни разу я не болел. Ну, я много слышу вообще от тех, кто уезжает, и от тех, кто приезжает сюда, что всё равно здоровье становится гораздо лучше. Вот ты уезжаешь из Алматы, живёшь какое-то время. Я вот не могу просто сказать, потому что я не уезжала там на долгие месяцы из Алматы. И мне кажется, из-за того, что я коренная алматинка, я прям живу, и мне окей. Но я думаю, что мне кажется, что мне окей, и последствия этого проявятся потом в каком-то будущем. К сожалению, мы тоже много таких знакомых, и то, что вот я живу в Алмате, и мне окей, это всё-таки говорит о том, что человек – это же существо, которое ко всему привыкает. Вот, и почему у многих аллергия до сих пор никак не вышла, да? Потому что я не коренная Алматинка, но я живу тут уже 13-й год, вот, и я думаю, за счёт этого у меня пока и не страдают. Ну, может, надо стоит попробовать, посмотреть, хотя бы почаще в горы подниматься. Ну, вот как раз сегодня мы хотели затронуть какие-то основные ключевые моменты. Ну, во-первых, это почему, это действительно важная проблема, мне кажется, хоть об этом много говорят, но всё равно сейчас пока ещё не все дошли до того, что это действительно важная проблема экологии Алматы. Потом, что мы ждём, как простые граждане от Экимата, каких решений, какие изменения вообще произошли за год условно, вот, и что мы можем сделать для себя, в первую очередь для нашего здоровья, и что мы можем сделать друг для друга. Давайте начнём с петиции, вы наверняка слышали об этой петиции о признании Алматы в Алматы экологической катастрофой, да? Вы подписывали? Я подписал. Да, я подписал. Ну, я понимаю, что ты, ну, не имеешь никакого значения, просто потратил 2 минуты своей жизни. Ну, понятно, это какая-то моя гражданская активность, подписать и показать то, что сколько там, 30 тысяч, 50 тысяч уже? Сейчас почти 50 тысяч, да, вот сегодня мы проверяли. Потому что в Алматы 2 миллиона человек, из них, ладно, миллион взрослых людей, всем абсолютно насрать на эту проблему. Ну, а мы помним вообще хотя бы одну петицию, которая привела хоть к чему-то? Я вот насколько помню, эту петицию организовали активисты, которые боролись против застройки Кокжи-Ляу, да? Ну, их петиция сработала. Хотя там не только петиция, конечно, да. Да, там не петиция, там они оффлайн много бегали и прямо на слушаниях участвовали, да, организовали разные цифры. Да, я как понимаю, просто институт петиции у нас в Казахстане не работает, потому что законы не прописаны. Ну, да. Да, потому что я читал то, что там Британия, Финляндия, я сейчас буду врать насчет цифр, но там, если там 50 тысяч людей подписало, парламент обязательно должен рассмотреть вопрос, там, слушание провести и так далее. А у нас это, ну, не знаю. Ну, я не знаю, насколько вот наша история с мусоросжигающим заводом. У нас была петиция против МСЗ, вот мы, кстати, были на этом митинге, в прошлом году встали с плакатом «Мы против МСЗ», потому что мы говорили, что Алмате пока не нужен завод, потому что у нас это грязный воздух. Даже учитывая, что там будут супер-уперфильтры, которые будут все частицы улавливать. Ну, у нас был прикол, когда публиковали эту петицию, сайт просто не работал. Почему-то. А на каком сайте петицию публиковали? Не помню, там будет государственный сайт, который, ну, условно котировался, и мы там его публиковали, и он перестал работать, и нам пришлось на какой-то российский сайт переводиться. Но потом случился Аркандар, потом случилось все, что случилось, и этот проект просто признали и коррупционным. Все, и как бы мы выиграли, но, ну, не знаю, если бы этого не было, как бы дальше было. Вот поэтому, мне кажется, с петицией у нас, вы правильно говорите, у нас пока не работает. У нас, не знаю, мне кажется, с петицией у нас еще не слышат. Хотя вот помню, в прошлом январе это был прям месяц петиции, там одна петиция за другой. И, кажется, единственное, которое плюс-минус работало, это об отставке с Агентаева. Насколько это хорошо для Алматы? Пока еще тоже открытый вопрос. Да, помню. Ну, не из-за петиции, да? Ну, как будто после ниверс событий надо было Акимова поменять. Хотя Дусаев, блин, мне кажется, этот человек не должен быть Акимов. Вот там вот так вот, такое быдло, такое быдло просто. Ну, блин, как он общается с людьми в ужасе, с Польси, не пытается пообщаться. Ну, после петиции за отставку, Агентаева пошла же петиция за отставку Дусаева. Да, ну, тогда сказали, Алматырси, вам вообще никто не нравится, успокойтесь. Ну, потому что Дусаева такой нелегкий бэкграунд. То, что он там в Министерстве здравоохранения работал. Да, да, да. Но самое интересное, в тот момент, уже неделю, типа, наши информационные пространства кричат о том, что там Дусаев, когда он был в нацфонде работал, а в этом банке, в нацбанке работал там инфляция, какой инфляция, говорю, доллар, сколько, ну, тоже когда он работал в Министерстве здравоохранения, там, в Шымкенте 100 детей ВИЧ-инфекции. Ой, да, это же при нем было, точно. Да, и неделя интернет прошумит, я делаю про этот выпуск, и с другом в баре стою, я общаюсь с другом, говорю, и друг говорит, давай сейчас делаем небольшой социальный эксперимент, просто опросим 100 людей, знаете ли, кто Аким. Из 100 людей 97 не знали, кто Аким. Ну, это молодежь в одном баре, короче, и тут мои, в тот момент, мои влажные мечты о том, что молодежь интересуется политикой, разрушились окончательно. Блин, это странно, ну, мне казалось, что алматинская молодежь хотя бы кто Аким точно должна знать. Это потому, что, ну, наше информационное поле, наши друзья такие. Да, мы в пузыре живем тоже своего рода. Этот пузырь надо расширять как-то. Мне кажется, это такая картина, которая на все города. Вот я просто по силу своей работы часто езжу, и я часто спрашиваю, вы знаете, кто Аким, как он вообще обращает, там, на ваши экологические проблемы, есть какие-то там мозглики, ой, ад, надо вернуться. Ну, мне просто так отвечают. И я часто слышу такое, что многие, даже взрослые люди, не знают, кто у них Аким. Рассказала, наверное, что алматинцы более вовлечены в повестку вот эту, и их как-то волнует, они же, ну, всегда более активно за свой город выступают. Ну, в сравнении с другими городами. У нас город сильная гражданская позиция, это да, это признается, да. Ну, хотя, когда был митинг за чистый воздух, сколько там было, 200 человек? 300, кажется, да. В другом городе, там бы вышло. Просто я не знаю, что я думаю, блин, что за страна у нас? Ну, при этом его же преподносят во всех СМИ, как один из самых крупных митингов на эко-тему, при том, что 300 человек было, кажется, около 300. Ну, то есть, да, раньше проводили митинги там на тему экологии, приходили туда 10-15 человек, типа просто, и они считались даже почти одиночными. А в прошлом году вышло 300, и для людей это было прям прорывом. Ну, на самом деле, я тоже там была, кто был, кажется, все были, да? Я тоже была, да. А, теперь не был. Ну, вот, я тоже туда пошла и была удивлена. Но мне кажется, это ещё потому, что там 4 дня прошло с начала войны, и повестка немножко размазалась. Ну, пока нет, там очень много людей стояли с флагами Украины, да. Да, и я помню, там даже были плакаты вроде «Какой чистый воздух», «Путин нас всё равно всех разбомбит». Да, да, мы помним, да. Ну, а кто помнит, что вообще говорили на этом митинге, о чём обещали, кроме шашлычных? Я помню, там типа «Запретим шашлычки, другой шашлычки не трогайся». Но, с одной стороны, понимаю, когда ты ешь шашлык, насколько там много вообще канцерогенных веществ. Вот, кстати говоря, после подкаста я иду есть шашлык. Так вот. Он был экоактивистом. Лэль Смеряя. Ну, я понимаю. Ну, шашлык, давайте честно, шашлычки – это не основная проблема с воздухом. Да, конечно. Ну, конечно, понятно то, что, возможно, человечество должно отказаться от угля, который жарит прекрасное вкусное мясо. Ну, наверное, в первую очередь, там ТЭЦ должна перейти сначала на пользование газа. То есть, по сути, я общался с экологами, которые прям занимаются этим вопросом, они говорят, только ТЭЦ практически, и всё. Потому что, если смотреть на картину, ТЭЦ – это около 80% всего загрязнения. Очень много депутатов Маслехата и другие люди винят автотранспорт. Я 100% уверен, что это лобби, лобби, короче, для того, чтобы ТЭЦ дальше сжигал уголь. А почему это выгодно, чтобы ТЭЦ работал на угле? Чтобы покупать и сжигать уголь. Алматинский ТЭЦ в год сжигает около 3,5 миллионов тонн угля. 3-4, да. Да, да, да. И получается, это же очень выгодно людям, которые продают. Продают, да, добывают. Но при этом очень жаль, что именно это самый низкосортный уголь по факту. Эти бастузский уголь, который он сжигает. Он считается самым низкосортным от того, что у него большое количество вот этой вот составной части серы. И вот из-за этого у нас, в принципе, все и проблемы. Хотя уже далеко за рубежом запрещают даже завозить в страну. Такое качество угля. А нам, она с этим травит, да? Ну вот мы отошли от темы Акима, а я хотела сказать, что, ну, блин, мы что-то ждём от Акимата. И вообще, что мы ждём, каких глобальных, какие глобальные решения, которые, ну, возможно, принять на уровне Акимата, можно ожидать для решения проблемы, как вы думаете? Я не знаю, что можно ждать от Акимата, когда они вот на своей странице выкладывают департамент рекламы. Я тоже хотела проиграть. Блин, да, выбрать треш. Я просто так стыдно, ё-моё, когда я видела это видео, я так комментировать его не стала, мне было так стыдно. Просто как экологу мне было стыдно. Вообще есть такая, ну, я не знаю, как это назвать, теория или гипотеза о том, что вот люди, которые создали эту петицию про амальтинскую катастрофу, они пишут о том, что предельно допустимое количество вредных веществ в воздухе по данным ВОЗ и по казахстанским меркам, это разные значения. Вообще, это, ну, это имеет место быть, и насколько это, ну, разнятся? Есть у вас какие-то... Ну, я, честно скажу, я особо политикой не увлекаюсь. Я вообще хотела не впадать в политику, но я поняла, что всё-таки экология, политика, это всё равно заинтересованность. Не только экология, да. И всё равно тебе приходится всё это лезть, и это, я считаю, что, опять-таки, это лобби. Вот, и изменение законодательств в целом у нас очень сложно это всё сделать. Вот я, как специалист по бытовым отходам, могу сказать, что у нас очень много дельных классных приложений, но чтобы это было на масштабном уровне, нам нужно перейти там кучу преград, чтобы донести, чтобы законы изменили, чтобы поднесли вот это всё. Я считаю, что это тоже очень много палок вставляет в колёса. Есть люди, которые хотят, которые доказывают, которые на исследованиях говорят, там, которые десятки лет проводились, всё на лицо, но почему это не делают? Опять-таки, лобби. Я в это верю. Я открыто это заявляю. Общался с девушкой, я же, Аймгуль, Air Quality Science. Как раз-таки все мои знания, с которыми я прекрасно сейчас с вами делюсь. Аймгуль, вау. Это благодаря ней. Она мне рассказывала то, что как в Казахстане и данный ВОЗ, просто абсолютно разные методы вычислений. То есть, всё ещё наш Казахстан по советским методикам двигается. А ВОЗ, да, уже принял то, что именно главная опасность для человека – это вот частицы PM 2,5 и 10. А мелкодиспертная частица, да. Кто не в теме, кто больше всех загрязняет? Давайте с них начну. Вот, вот, козла отпущения транспорта, и давайте с транспортом бороться и бороться. Хотя, на самом деле, вот когда мы узнавали вообще, почему не признают, что вот этот ТЭЦ, ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3 являются основным загрязнителем? Потому что они находятся на границе города с областью, и как бы они не входят в город, они-то считают только город, ну, как бы территорию города. И из-за этого у нас, как бы, вот такие вот разницы, и выходит, что транспорт больше всех загрязняет. Хотя, на самом деле, нет. Вот, и частицы PM – это те частицы, которые легко проникают через дыхательные пути, легко проникают в кровь. То есть, они имеют размер 2,5 микрон, поэтому их называют PM 2,5. И так можно спокойно получить различные болезни сердца. Вот для меня это опасно, потому что я родилась порогом сердца, да, и вот для меня, например, это гиперопасно, находиться в такой среде. То есть, по сути, я рискую своим будущим здоровьем. Вот, это, основное, то, что бьёт, это вот по сердечно-сосудистым системам, ну, и, конечно, страдают лёгкие. Дыхательные пути, да? Дыхатель начинается с дыхательных путей, и то, что мы видим, мы же видим только снаружи, мы же не видим, что у нас в организме происходит. Какой кумулятивный эффект накопительный происходит. И за столько лет, я уверен, что здоровье у нас не самое лучшее. Не боюсь даже посмотреть, что у меня внутри творится. Воспаление просто кучу. Ну, и помимо этого, это различные газы, да, которые по проценту идут, это диоксид азота, серые, вот, и вот эти вот мелкодисперсные частицы, там ещё плюс пыль, вот, потом то, что от машин, вот эти выхлопы, да. Да, машины – это вообще отдельная тема, которые тоже от них, вот эти микрочастицы откроются туда стоят. Да, да, это всё поднимается вверх. Ещё плюс при этом, вы едете, кстати, где на территории ТЭС бывали? Вот, я просто там бывала, потому что там находится мусоросортировочный комплекс, я просто туда часто езжу, и там есть золоотвал. То есть, условно, уголь сжигает, и потом же там остается зола, и это зола смешивается с водой, и условно выливается вот это вот, условно, озеро. Я просто, когда увидела масштаб, я такая, и там с разных сторон, короче, вот эти вот трубы выходят, там та часть территории, она уже старая, она уже как бы высохла, а эта такая свежая, которая до сих пор выбрасывается, вот эти все золоотвалы, и она ничем не защищена. Ветер поддует, и всё поднялось опять, и всё рассеивается по всей округе, а это уже прямое воздействие идёт. Там все и крупные частицы, и микро частицы, в общем, есть над чем работать. И я просто, когда увидела эти масштабы, я, ну, просто, знаете, вот бывает же, пришли экологи с разных стран, пришли как бы на экскурсии, поднимаемся на эту часть, там, как на гору поднимаешься, и у нас было такое молчание. Я подумала, блин, какая же ироника, будто мы наблюдаем свою смерть. Да, ужасно. Ну, это прям, да. Я считаю, вообще, нужно каждого, наверное, туда отвозить. В голове возникла какая-то послеапокалиптическая картинка, и мы все в респираторных масках. Кстати, насчёт респираторных масок. Есть мнение у какого-то блогера, да, кажется? Это был РФКАД, который в прошлом году был организатором митинга, ну, тоже общественный активист. Он недавно публиковал у себя в Инстаграм, что раз уж мы ничего пока не можем сделать с этой проблемой, то нам нужно носить респираторные маски. Вот, там, N95, да, N90, какие-то такие форматы. В центральной аптеке продаётся, вот. Они многоразовые, но их нужно часто менять. Вот кто-то из вас пользовался? Да, да, фильтр. Ну, я вот когда с вами разговаривал, она говорит, блин, типа, насчёт этого вопроса, говорит, смысла нет? Или я не помню, что ты сказал, но то есть это настолько достигает, да, масштаб, то, что у тебя дома даже частические 2,5. Ну, скорее всего, если ты переживаешь своё здоровье, наверное, нам нужно носить маски, да. Вот я тоже серьёзно задумываюсь об этом. Купить такие маски, уже практиковать, ну, смотреть по приложению, вот, которые измеряют уровень загрязнения воздуха, если надо куда-то по делам выходить. А как называется приложение? Так, какое же приложение? Можно на сайте ARK смотреть, вы прям можете наше колесо-станское, либо AirVisual. Да, у меня тоже AirVisual. Я сейчас в какой-то город прилетаю, или в какой-то страну, я сразу так, AirVisual. О, здесь прикольно, здесь всё дышать. А в Казани нельзя. Да. Получается, самой масштабной проблемой, ну, причиной загрязнения является ТЭЦ, то, что он на угле работает, но ещё есть такая, ну, лепту свою негативную вносит, как я прочитала, точечная застройка, хаотичная и высотная. То есть, ну, наш город находится в яме, условно говоря, и он не продувается. И во времена, когда, в общем, Верне только строился, очень строго следили за высотой зданий, за розоветров. Я сейчас дилетантски это использую, не знаю, что это значит, но, видимо, это какая-то специальная штука, которую нужно соблюдать. Да, розовый троп. Так, романтичный. Да, реально. Вот об этом, что думаете, именно о связи строительства, наверное, и вот состоянии воздуха. Мне кажется, это всё, например, связано с перенаселением города. То есть, по-любому сейчас слишком плотная, хаотичная застройка. Плюс, наверняка, не обошлось без коррупции и вот этих небосгрёбов, многоэтажек, которые, по сути, в начале строительства города были запрещены. А что теперь делать с этим, непонятно. И вообще можно ли что-то сделать? Ну, здание, которое уже построили, наверное, точно не разрушено. Давайте петицию запустим. Вот, например, Астана не находится в яме. И там, ну, витра есть, но там есть смок. Если вы зайдёте, там, PM2.5, тоже 150-200 практически каждый день. И это, по сути, ломает всю концепцию о том, что мы в яме, и из-за этого мы ничего не можем сделать. А ума-то не продувается. А в Астане какую причину называют? Потому что автотранспорт, ТЭЦ. А, у них ТЭЦ. У них большое количество частного сетра. Например, возьмём Москву. Я понимаю, не очень пример. Но в Москве, короче, PM2.5 не превышает 40-50. Всегда зелёный, потому что вся Москва переведена на газ. Но в Москву каждый день заезжает около 3 миллионов машин. В Алмату заезжает 600-700 тысяч. И ты понимаешь, что внутри 3 миллиона машин, значит, в Москве никак не влияет на качество воздуха. Именно на частичь огнеем. Возможно. Вот, получается, машина не проблема. Но это не говорит о том, что всё равно, если ты осознанный человек, надо пересаживаться на общественный транспорт. Но смотря на общественный транспорт, конечно, человек, который привык комфортно передвигаться по городу, он не пересядет на общественный транспорт. Ну, особенно на наш переполненный и нехватающий общественный транспорт, который, между прочим, вот мы до записи обсуждали, да, что он и ломается постоянно. И, в общем, задержки, да. Но вы слышали об этой инициативе, я вот не помню, у кого я увидела недавно, что 26 февраля в этом году алматинцев призывают отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт или там ходить пешком. Ну, сделать такую акцию. Ну, видела, может, пропустила. Да, алматинцы, которые живут в золотом квадрате, передвигаться пешком. Видимо, да. А ну, представьте, здесь реально все на автобус захотят вводить в момент. Это ужасно, и так транспортная система не выдержит. Это будет коллапс. Да, там что будет в спальных районах просто. И где-то у кого-то услышала теория, что вообще изначально город Алматы, бывший верным, был рассчитан на 700 тысяч. Я прям удивилась. А сейчас у нас по официальным данным 2 миллиона, да, но, скорее всего, гораздо больше. Ну да, сколько людей живут без регистрации, особенно с прошлого года. 1 миллиона 3 точно. Ну, я вот так, когда жил 2 года, я тоже без регистрации. То есть, прописки без регистрации. Но особенно еще читала вот про эту проблему транспорта, что, например, в Европе, там в Париже, условно, который считается одним из самых загазованных городов Европы, они пользуются вот этой практикой того, что у них, ну, говорят, нет, условно, старым автомобилям, которые там старше, я не помню, 97-го года выпуска, что они запрещены просто для использования. Вот. И как думаете, если у нас примут такой закон, он же в первую очередь коснется того слоя населения, которые социально уязвимые, не могут позволить себе новые дорогие автомобили. Ну и вообще, в целом, вся вот эта тема экологии, мы же знаем, ни для кого не секрет, что мы дышим разным воздухом алматинцы, и что это, ну, вот такие последствия для разных социальных слоев населения. Как думаете, как это влияет вообще? Ну, наверное, у меня в голову сразу пришел пример, вот, мы же говорим, транспорт загрязняет, у нас есть эко-посты, сколько у нас эко-постов, 8, да, эко-постов по территории города, которые заезжают с области машины, они как бы должны проверять, и очень много машин, которые прям, ты видишь, она едет, и там черный дым от нее уходит. Вообще, таких машин, как бы, по закону не должны впускать на территорию города. Ну, они как бы есть, и поднимали очень много вопросов, давайте запрещают таким машинам заезжать, давайте уже запрещать эти проверки, а с другой стороны, если ты будешь их штрафовать, этих ребят, да, они же, по сути, таксуют, у них это единственный вид заработка, и, по сути, ты им урезаешь уже ту часть работы, ну, с условно достатка, которую они могли получать, и еще больше ухудшаешь вот это вот социальное именно положение. И я думаю, что, наверное, из-за этого у нас нет таких жестких мер штрафов. А те, например, у которых, ну, повыше, да, экономический уровень, то у них же нормальные машины, которые соответствуют мировым стандартам, которые есть сейчас. И, в принципе, для них даже заплатить штраф — это не проблема. Проблема будет для тех людей, которые заезжают сюда, чтобы приехать на работу, потаксовать, там, заработать какую-то денежку, и поэтому я считаю, что вот эта вот мера, она так, ну, она примерно так работает. А чтобы это все устачать, у нас же нет вот этой системы. Вот то, что вот многие активисты, которые поняту через сборы, да, движения, говорят, у нас не обновлен автопарк, у нас машины все старые, он не обновлялся. Сколько Санжар Букайф говорил? Более 20 лет или до 20 лет? То есть у нас совсем-совсем старые машины. А и недавно где-то мелькнула новость, что в какой-то стране был сбор, и уже кто-то принял закон, что с 2035 года у них запрещают выпуск автомобилей с внутренним двигательным загоранием. То есть все уже в Европе будет скоро запрятано. С 2035 вроде бы. С 2035 года. Вот. И вот простой пример. Как быть Казахстаном в таком случае? Мне кажется, это комплексная мера. Если ты где-то резко отробишь, то будет страдать уже другая часть. И тебя надо и там решать. А чтобы там решить, ты должен создавать какие-то условия. То же самое обновить этот же автопарк, если говорить про автомобили. А про ТЭЦ это перевод на картинку. Я думал, что лучше ничего не решать. Классно же на контракте. И департамент экологии города такой, ну все нормально же. Да, мы же измеряли, все классно. Ребят, что вы придумываете? Ну да, самое обидное то, что проблема экологии как раз-таки показывает социальное разделение. Она все больше бедная и богатая. Ну что богатая, потому что живут возле гор, там возле чище. Чем выше ты живешь, тем ты богаче. Условно бедные живут там за Ташкентской, да, где-то. Ну они не бедные, просто... Ну да. Сюда. Есть такой стиратель. Посмотрят, какие богатые, оттуда приходили. Там же еще частный сектор. Да. Шестоко. И еще хуже. Но мы должны понимать то, что если мы хотим чистый воздух, это не популярные меры. Деньги, если... Ну когда... Надеюсь, когда построят тест на газу, понятно, что он будет дороже, уже будем платить за тепло. Да, ну там не так прям сильно дорого. Помните, они были Кирилл, да, где-то на 20% даже кажется. Ну по крайней мере, они своим здоровьем. Да, ты не будешь платить своим здоровьем. То, что многие для них, они думают, сейчас они будут платить дорого, это как бы сложно. Но если брать перспективу и накопительный эффект, ты будешь платить это своим здоровьем. И покупать лекарства, брать лечение. У тебя уйдут даже больше денег, чем сейчас ты будешь платить. Вот они могут вот эту мысль всегда доносить. Ну плюс еще сделать платный въезд в город. Тоже на мере. Какие-то платные дороги, условно хочешь выехать на Аль-Фараби, ну заплати немного денег. И эти деньги условно уходят на борьбу с экономической катастрофой. То есть ты должен понимать, что ты человек, у тебя миллион отходов от тебя, и ты должен за это... Ну это упрется опять социально-экономические тоже вещи, что у нас низкие зарплаты и так далее. В этот момент государство должно начать уже точечно субсидировать людей. А не так, что вот наше государство выделяет же деньги на ТЭЦ. Когда государство выделяет деньги на ТЭЦ, оно субсидирует всех. И меня, условно, который заработает 50 тысяч деньги в месяц. И человек, который зарабатывает 100 миллионов в месяц. То есть он и мне помог, и ему помог. А человек, который зарабатывает 2 миллиона в месяц, он готов платить больше. А я, например, 50 тысяч, я не готов платить больше. И для этого государство должно сделать, точечно помогать субсидировать, а не вот это вот что, давайте вольем бабки. Ну Казахстане, я считаю, ждет глубокий энергетический кризис, мы же видим. Какой грустный подкаст. Я его стараюсь, чтобы совсем уже не загнаться. Ну вы же видели состояние ТЭЦ по 7 градам. Средний износ 80%. Самое страшное в октаву, если с маяком что-то случится, маяк, потому что это не только теплоэлектричество, это еще опрестительный завод. Да, кстати, у меня жизнь пить в воду. Мне бы вообще пить умер, нет? А, кстати, вода, как тебе в октаву? Когда я была в октаву, у меня вода была ужасная. Но ее пить нельзя. Нет, понятно, что я пить нельзя, но даже на кожу она как-то влияет. Не знаю я, ну из-за того, что, возможно, я, ну, мужчина, мне надо давать на воду просто. Главное, чтобы он просто умылся и пошел. А сушить, не сушить, там не важно. Попадает волосы. Это что такое? Там принцип такой, они берут воду из Каспийского моря, делают дистиллят, то есть входит мертвая вода, и там ученые добавляют соль, минералы и пускают отводы. И если что-то с мейком случится, там еще и воды не будет. А в октаву не хватает в день 50 миллионов литров воды. Ух ты, это 50 тысяч кубов. И это официальная информация. Там каждый день у тебя могут воду отключить, то воды нет. Ну, кажется, это не только в октаву, да, это на всем западе. В Уральске тоже, да. Да, очень часто отключают воду, но там, насколько я поняла, типа это какие-то долговые вещи, типа кто-то не выплачивает, и из-за этого страдает целый, там, не знаю, двор, грубо говоря, даже не дом, а целый. В Уральске зеленый вроде, да? Ну да, ну по сравнению с другими... Подземные воды, наверное, есть. Ну я вот помню, сколько себя помню, так всегда было. Ну то есть я была маленьким ребенком, я была подростком, я приезжала в Уральск, особенно летом, и там вот просто могли сказать, извините, с 1 июня по 20 августа горячей воды нет. Не будет. Или вообще не будет. Летом ее обычно отключают. И для всех это норма, все такие, ну вот опять, из года в год. Ну вот я когда говорила про гражданскую позицию Алматы, я это тоже имела в виду, потому что у меня есть с чем сравнивать. У нас в Уральске очень много проблем, обмеление Урала, это то же самое. И люди такие говорят об этом на кухне, никто ничего не предпринимает и никто не собирается. Поэтому когда я сюда приехала и увидела, как люди болеют за свой город, даже какая-то застройка, они выходят и говорят, ну против. Ну эту культуру надо развивать и в регионах тоже. Ну мы плавно перешли к тому, что Казахстану грозит вторая экологическая проблема. Я вообще выделяю топ-3 экологических проблем для Казахстана. Первый – это воздух, вторая – нехватка питьевой воды, мы с этим столкнемся, как страны Центральной Азии в ближайшие 15 лет уже говорят ученые. И третий – это мусор. И мы стараемся проводить просвещение именно по этим, или готовить людей. А вообще в целом, да, когда слушаешь разные решения, особенно, мы же смотрим всегда за рубеж, но они же далеко пошли, да, по решению разных проблем. И то, что мы делаем сейчас, то, что вот мы говорим про цель устойчивого развития, про проблемы экологии, что до людей доносим, что есть такая проблема, что ты видишь смог, что будет нехватка питьевой воды, ледники тают, скоро в Алмате, возможно, ближайшие 30 лет мы тоже столкнемся с нехваткой питьевой чистой воды. И когда мы проходим этот процесс, меня очень удивляет, что там уже они людей, людям не говорят про эти проблемы, они людей готовят жить с этими проблемами. То есть они уже перешли на другой уровень. Это вообще какой-то уже high level. Это тот level, которому мы еще даже смотреть боимся. Даже многие не знают, что уже идет огромнейшая работа по подготовке людей к потопам, к разным экологическим катастрофам. Люди уже готовят, им дают инструменты, в школах об этом говорят. Молодых людей учат, готовят специалистов, которые будут дальше работать уже словно с следующим поколением. А мы только говорим людям, что у нас есть такие проблемы, давайте решать это все. Вот, я смотрю на это и думаю, блин, блин, когда мы скорость наберем? Надо скорость набирать. Людей уже учат, а мы только говорим. Да, какое грустное. Даже у Мурата закончились шутки. Вообще, я понимаю то, что вот алматинским активистам и СМИ, наверное, нужно найти какой-то другой подход, наверное, освещение новостей и информации. Например. Потому что, ну, он, понятно, он развивается, он становится красивым, эстетичным, да, тебе приятно читать, прикольный дизайн. Классный визуал. Да, классный. И ты такой, бля, визуал. Давай я подпишусь. Пишать нечего визуал. Давай я подпишусь. Но мы должны понимать, что есть огромное количество людей, которым абсолютно наплевать на визуал. Да. Да. И надо находить подход именно под них, чтобы вот их зацепить. Потому что, якобы, алматинские, мне кажется, СМИ и активисты, они работают только на Алмату и все, короче. Ну, Алмату, там, Астана, другие города немножко, и эта аудитория, она не вырастет никогда. То есть потолок какой-то пробьете, и все будете. Я и себе говорю это, по сути. То, что мои либеральные ценности в этой стране нахрен никому не нужны, да. То, что я там толерантный человек, кому-то там в Ауле особо не сдалось. Не сдалось, да. Да, не сдалось. Он даже не знает, что такое толерантный человек. Как будто это, типа, верхушка, знаешь, того, что мы начнем подавать информацию по-другому, но человек, он думает о том, как заработать денег на выживание, и ему все равно даже на нас, на то, что мы публикуем, по большей части. Да, тут мы пришли к проблеме капитализма. Давайте обсудим капитализм. Хорошо. Давайте. Да. Кто же знал, что проблема воздуха развернется. Вот вы, да. Да, это все взаимосвязано. Комплексная проблема связана, да. Я прекрасно понимаю людей, которые не увлекаются политикой. Ну, которые не увлекаются политикой, потому что у них нет времени. Они как белки колесе, там, зарабатываются твои 150-200 тысяч, чтобы прокормить семью, там, и так далее. Но меня бесит люди, которые так говорят, «Да я не увлекаюсь политикой». Как будто козырят эти. Как будто козырят эти. Политика – это не мое. Да, не, раньше прям было модно, когда люди говорят, типа, «Ой, я политичный». Как будто бы молодец. Да, да. Наверное, повестка такая шла, что ты не должен интересоваться политикой. Зачем тебе это? Ну да, это же… Давай теперь про Назарбаева. Ну, ладно, пришли. Что в камеру? Да, я вот Дудя с кем-то смотрел интервью, забыл, с кем. И там женщина, она сказала… Певчих? Не, не, не Певчих. Певчих вообще мой краш. Ну, хотя бы интервью на что-то нет. Ты посмотрелся четыре часа? Она категоричная очень была в этом интервью. Два с половиной часа нет. Ну, мне что-то после подкаста она уже не мой краш. Ну, Дудя молодец. Прости, Певчих. И Певчих такая, «Нет, я больше не краш, брат». Вот одна женщина говорила то, что диктатура – это когда народ условно увлекается политикой, но одержим одной целью. Это типа Россия, Украина нацисты, Европа – все плохо и так далее. А авторитаризм – это когда максимально стараются народ отделить от политики. У нас была же авторитарная власть Назарбаева как раз таки. Люди боятся увлекаться политикой, люди все еще думают, у меня не посадят, ничего плохого не будет. Ну, теперь же у нас жена Казахстан, так что… И все еще авторитаризм. Жена авторитаризм. Звучит. Это мы вырежем. Да. Ну, блин, я не знаю, надо как будто бы уже объединяться что ли в Казахстане для того, чтобы найти пути просвещения людей. Согласна. Согласна. Вот это главная цель, это просвещение людей. Мы сейчас выбираем власть, потому что, я как понял, этой стране нужна только биологическая революция. То есть, когда они умрут своей смертью, там, во сне и так далее. Когда же уже. Да, слишком крепко держат. Это мы тоже вырежем. И вот, надо найти пути. Экология в Алмате. Ну, это же прям жестоко важная тема. Ну, да, согласна. Ну, если со стороны Акимата мы ждем того, что перейдет на Казахстане, то они там запланировали на этот 1026 год. Но они каждый раз переносят, переносят, переносят. Уже не знаю, сколько это продолжается. А с нашей стороны, ну, чтобы сохранить наше здоровье, мы-то можем носить маски, да. А чтобы внести какой-то свой вклад маленький, что мы можем сделать? Кстати, насчет маски я бы еще добавила, если есть возможность установить дома очистители. Ну, сама недавно купила дома увлажнитель для воздуха, потому что есть рекомендации, если не можете поставить очиститель, они, кстати, недешево стоят, хотя бы увлажнитель, чтобы, ну, как бы, вот эти вот частицы не могли быстрее оседать. И вот, так как у меня дома маленький ребенок, я, конечно, сразу пошла их купила и поставила, и он работает у меня. Я всегда смотрю на это приложение, думаю, так, включаю. Вот, в целом, начать хотя бы с этого, если вы занимаетесь спортом, не выходите, пожалуйста, или хотя бы там... Не заниматься спортом на улице. Да. Просто одно время же была вот эта какая-то повестка, что, типа, давайте заниматься физкультурой на улице, собирались какие-то там активные группы. Ну, сейчас это делают на Горельнике, я думаю, что там, в принципе, Горельнике, нормально, да. Там абсолютно чисто воздух. Нет? Меня удивило, просто недавно вот тоже на встрече встречались, есть вот, как ребят назовут, которые в горы ведут людей, забыла. Проводники, хотел сказать. Экскурсоводы. Активисты. Ну, в общем, ребят, которые часто бывают в горах... Альбинизм. Ладно, сейчас помню, скажу. Они говорят, что они прям чувствуют смог уже на уровне МИДЭ, а Горельнике, наверное, почти. И даже статистика показывает, что уже смог поднимается с каждого ночи выше. Он все выше и выше. И он уже идет даже выше МИДЭ. Я в это верю, потому что все-таки на снимках видно это все. Единственное, датчика нет пока на МИДЭ. Может быть, дать предложение поставить датчик еще на МИДЭ. Может быть, там тоже еще сверять. Но вроде бы смог не может подниматься выше. Гиды. По-моему. Из-за... А, гиды. Из-за этого... Из-за метеорологических условий. На Горельнике один раз в 7 утра. Не, ну, утром не так. Ну, в 7 утра, мне кажется, на верхней части города даже нет еще смога. Да. Ну, в 7 утра весь город так нормально очищается, в принципе. Ну, и что еще можно делать на своем уровне? Стараться почаще увлекаться общественной работой. Я понимаю, что посадка деревьев не спасет нас от смога, но тем не менее, это такой, знаете, какой-то свой личный вклад. Вот я стараюсь каждый год помогать с посадками деревьев, либо участвовать на таких вот акциях. Больше советую сажать хвойные деревья, потому что у них свойства вот этих вот растений, они быстрее поглощают вот эти вот газы. Кстати, вот мой хороший знакомый Тимурия Люсизов, они давно уже запустили вот этот проект по посадке соснового бора, это вот нижняя часть Алматы, и они прям целую полосу сажают, потому что же основная часть смога идет оттуда, снизу, чтобы она тоже какая-то живая полоса, которая могла улавливать вот эти частицы. И попозже советуют хвойные деревья. Потом я недавно прочитала, что мы можем дома у себя, вот мы же садим комнатные растения, оказывается, есть даже специальные виды комнатных растений, которые помогают очищать дома от пыли, от тех же вот этих вот частиц, от смога, они помогают быстрее очищать воздух в комнате. Я думаю, может быть, про это тоже делать какую-то некую работу и дать людям просто что-то, условно, такой список растений, пожалуйста, покупайте или пересаживайте, делитесь. Мне это вот стало интересно. Кто же об этом не говорит особо? Я только недавно сам управляю, когда тоже начала разбираться, что я могу сделать. Ну и, конечно же, опять же, пользоваться общественным транспортом, велосипед, ходить побольше пешком. Но люди, кто живут за городом или выше, или ниже, их понять можно. Потому что, как ты ему скажешь, слушай, у нас мог... Ну и потом нужно сказать, что можно практиковать совместные поездки. Например, если вам куда-то ехать, вы можете с коллегами условно подобрать друг друга. У меня много друзей, у кого есть машина, они прям договариваются, составляют свой маршрут или практиковать у кого есть развозка. Да, развозка хорошая. Пользуйтесь тоже развозками. Ты тоже один такой хороший вклад будет. Ну и в целом, что еще можно сказать по воздуху? Занимайтесь спортом, потому что те, кто занимается больше спортом, у него, конечно, риск заболеваемости ниже, чем у человека, кто не живет активно, в смысле физически. В целом, такие вот кейсы. А так, конечно, да. Но вообще, если говорить в целом про экологию, очень много чего можно сделать. Можно волонтерить, какой-то свой личный вклад, разделять отходы. У нас больше, как разделять отходы, влияет на проблему воздуха. Но слушай, чтобы произвести все, что мы сейчас видим, бумагу, микрофон, телефон, это тоже тратится ресурсы. Когда ты бережно относишься к вещам и помогаешь им правильно войти в этот круговор от веществ, то это тоже способствует. Условно говоря, да, те же самые бумаги, еще бумагу делать. Когда школьникам объясняешь, что есть дерево, и все-таки есть дерево, да. Да, ну ты же спасаешь деревья, ты помогаешь не вырубать их. Я понимаю, что это не прямо в Алма-Ате, но где-то они же вырубаются. Ты помогаешь сохранить вот эту вот экосистему. То есть все взаимосвязано. Но если говорить про воздух, то хотя бы начать с этого. Купите увлажнители домой. Особенно в зимний период времени, чтобы увлажнять воздух и помогать очищать больше. Ну и говорят, не открывайте окна, часто не проветривайте, когда большой уровень загрязнения воды, когда дачки, ой, воды грунтых, и желательно не проветривать. Я стараюсь прямо с утра открыть, быстро проветрить, потом закрыть. Думаю, не бывает так, невыносимо жарко, когда ты открываешь окно, а потом закрываешь, как будто на улице сидишь. Да, ужасно. Вообще, мне кажется, или этой зимой, как будто бы вот этот показатель Vagia показывает приложение, что типа опасно, уровень загрязненности воздуха слишком опасный, не выходите из дома, он как будто стал появляться чаще. На меня это такую тревогу постоянно вызывает, да. Ты смотришь просто на это, как будто ты в постапокалиптическом фильме каком-то, и ты не можешь выйти из дома элементарно. Или, ну, всё равно приходится, как будто ты должен идти куда-то работать, чем-то заниматься. Я выхожу, и тяжело, знаете, даже не то, что физически, но физически это понятно, тебе ментально тяжело становится, как будто бы в этом городе жить. И это тоже проблема. Кстати, есть исследование, которое показывает то, что загрязнение воздуха прямо влияет на суицидальные мысли. Ух ты. Ух ты, я слышала. Ну, это вообще неудивительно. Типа, прям, я как будто бы на себе чувствую, ну, не суицидальные мысли, но упадок сил, отсутствие энергии. Потом, в целом, знаете, вот это состояние, я раньше всё время списывала это на то, что я, ну, подвержена солнцу, и мне не хватает витамина D, а зима у нас мрачная, тёмная. И поэтому, но сейчас я вот думаю, что это не только зимой, это в целом из-за вот этого воздуха, какого-то густого, насыщенного вот этими канцерогенами, и ты чувствуешь себя плохо, в общем-то. Ну, просто, да, взрослый. Да, вообще, знаете, вот то, что ты говоришь, это, есть даже этот термин, называется экотревожность. У человека, у которого повышается тревога касательно экологических проблем, есть уже такой термин, есть даже специалисты-психологи, которые работают чисто с экотревожностью, то есть они разбираются в экологической повязке и помогают им пережить вот эти моменты. Я как это пережила? Вообще, когда мы говорим о участии своё в решении экологических проблем, мы понимаем, что это всё глобально, смог это глобально, проблемы воды и мусор, это всё глобально. И ты говоришь, блин, ну окей, всё там, планете будет хорошо без нас, но я же как бы живу здесь, я хочу прожить её осознанно, я тоже хочу какой-то вклад внести, что мне делать? И все советуют, даже психологи говорят, начните с себя, что ты можешь на своём уровне сделать. Например, сделать те же действия, побольше ходить пешком, заниматься спортом, сажать деревья, условно говоря, но нужно начать с себя и со своей территории, где ты живёшь. И я поняла, что надо работать с этим, не биться, типа, я же эколог, я же активист, я буду помогать решать все проблемы на уровне страны. Я поняла, что надо снизиться, прийти к себе, и что я могу сделать? Участвовать в озеленении своего двора, условно. У нас есть двор, у нас есть несколько домов, начать общаться со своими соседями, говорить им, что можно отходы собирать, помочь, высаживать саженцы, облакораживать территорию. Начать со своего района, своего дома, двора и района. Если ты уже достиг вот такого масштаба, то у тебя легко пойдёт и вовлечение людей дальше. Я это поняла, и у меня это потихоньку идёт, и я знаю много таких активистов, кто начали с себя и продолжает. У меня даже есть знакомая, Айгуль Муслила, она тоже активистка, она даже запустила компостную яму во дворе пятиэтажки, там у неё несколько домов, и она даже компостирует уже пищевые отходы, не говоря уже про сортировку и разделение отходов. И в этот процесс вовлекаются её соседи, бабушки, дети, они собирают раздельную макулатуру. То есть она им даёт своим примером решение, что они могут сделать здесь и сейчас. То есть они не экологи, не активисты, они не пойдут на митинги, они не знают, у них совсем социальный другой уровень, но она им показывает, как они могут на своём уровне это сделать. И вообще вот проекта Тревожность, может быть попробовать начать с этого, понять, вот прям условно выписать перед глазами и поставить себе чётко, с чего я могу начать. Не просто типа, блин, у меня экотревожность, мне плохо, там в плане вот это всё растёт, этот информационный шум всё громче и громче, там загрязнение воздуха ещё больше и больше, что я могу сделать. Мне кажется, вот эти вот маленькие шаги, они помогают справляться с вот этой вот тревожностью. У меня лично вот так вот идёт. Ужасно здесь помимо обычной тревожности ещё экотревожность и уже все тревожности мира, которые можно собрать. Вообще просто слово «эко» сейчас стало трендом, у него везде добавляется. Какая-то гринвошинг компания использует. Гринвошинг — это вообще отдельная тема. Ну, про суицидальные мысли вообще очень, ну, не жизненно, конечно, но в плане понятно, потому что когда готовилась тоже к подкасту, читала разные там исследования, то, что сокращается жизнь на 8-10 лет, когда вы там болеете астмой, верхние отдыхательные пути у вас забиты. И сидишь уже в конце такой безвыходно, отнимают мою жизнь вообще. Ну, это понятно, что всякая тревожность и всё такое. Хотя ты не куришь, не едешь на автомобиле. Да. Ну, это зима, да, она была страшная. Ну, её, ну, в принципе, объяснимо, потому что чем ниже температура, тем больше угля сжигает ТЭЦ. Да, да. И были же какие-то аномальные холода. И вот как раз в те же дни было сколько? 400-450, да, чтобы показать Альпием. Да, это было страшно. Мы реально лучше не выходили в эти дни. У нас ещё офис редакции расположен на 11-м этаже по доступу, ну, то есть в верхней части города, и ты с утра приходишь, когда ты видишь вот эту абсолютно чёткую полоску, чёрный город внизу и, типа, голубое небо сверху. И это просто, ну, как будто нарисованная картинка, такое страшное зрелище. И я первое время, когда я начинала работать, я такая, ой, блин, прикольно, сейчас сфоткаю, типа, и ты фоткаешь. Ну, потом так изо дня в день приходишь и думаешь, блин, каждый день одно и то же это вообще не меняется. Ну, вне зависимости даже. Конечно, зимой, как бы, ситуация хуже, но летом всё равно то же самое. Летом? Тоже. Ну, мы уже электроэнергию получаем за счёт сжигания угля, поэтому у нас и смог не исчезает. Ну, он сжигает намного меньше. Да, намного меньше, не три, вот эти четыре, то максимум, но всё равно показатели он не уменьшает. У меня нет автомобиля, я даже не знаю, какие виды топлива. У меня тоже нет, у меня прав, я тебя не имею водить. Я тоже. И не планирую, конечно. У меня тоже нет прав. Круто. Но ты на велике умею кататься. Мне кажется, что человек, который на велике не умеет кататься, это вот какой-то вот странный человек. Ты не умеешь на велике кататься? Меня оскорбили. Я не знаю, как так вышло. Кратко, у меня отец был очень гиперопекающий, и он очень боялся, что я упаду. Меня учили кататься на вот этом трехколёсном велике, а на двухколёсном я не пересела каким-то образом. Я стала вот в прошлом году ездить на электросамокатах. Ну, всё, тогда получается, велосипед уже изи. Ну, как бы, да. Да, если уже стоит, балансируешь на электросамокате. Я надеюсь, что я свой велосипед в этом году, потому что с электросамокат я свалилась, и всё печально закончилось. И я думаю, блин, у меня уже триггер. Возможно, мне стоит просто пешком ходить. Кстати, электросамокат в Амуте такая крутая тема. Да, кстати. Я прям летом не слезаю. Вы не из тех, да, кто ненавидит самокатер? Это я. Здравствуйте. Ну, не, ненавидит. Ну, просто очень много школьников на электросамокатах передвигается, им вообще всё равно, где идёшь, что они могут тебя задеть, даже если ты по тротуару идёшь рядом с велодорожкой. Ну, я очень культурный водитель. Я когда, если так получилось, что я по тротуару еду, я стараюсь не сигналить. Я типа жду, когда появится, типа, щель, быстро. Да, я тоже стараюсь не пугать людей. Это, по большей части, они пугают меня, потому что я не самый опытный водитель. Вот. Но мне кажется, это, да, классная тема. Самое главное, что соблюдая правила дорожного движения, типа, не выезжая... Ну, у нас не так много велодорожек, на самом деле, не во всех частях города, но даже когда едешь по тротуару, типа, не наезжая на кого-то, это клёвая тема. А меня пугали вот эти самокаты, кто разводит еду угловую боль. Курьеры. Да, курьеры. Они прям, прям по этим дорогам так... То, что не на этих мопедах? Да, на мопедах. Вот, в мопедах вообще жесть. Вот, вот они меня пугали жёстко, потому что там не только люди на велосипеде в самокате, там ещё пешие люди ходят. Вот, и примечательные там школьника прям реально чуть не задели, и после этого я говорю, боюсь их. Но вроде сейчас они утихомились, потому что, насколько угодно, по правилам дорожного движения, они не имеют права ездить вот на такой специальной полосе. Возможно, их начали как-то штрафовать, что прям резко я уже сейчас не видно. Вот, я ещё хотел сказать про машины. Вот мой друг Мирас, это предприниматель, который там лепим и варим в ресторан, короче, он ещё блог ведёт свой. И он сделал пост про то, что ещё является причиной загрязнения. Оказывается, когда ты продаёшь машину там на крыше или где-то ещё, тебе пишут какие-то ребята и говорят, не хотите продать катализатор машины там от 30 до 300 тысяч тенге. А катализатор это оказывается, я точно не знаю, но та тема, которая фильтрует отходы машины. А внутри этого катализатора есть какие-то ценные металлы. Получается, они берут твой катализатор и заменяют катализатор этим фейковым катализатором. Ну, то есть... Который не работает, да. Да, он не выполняет, он просто есть, короче. И они сделали эксперимент, выложили 10 машин, типа, они продают им, написали все 10 раз, короче. И в Алма-Ате, возможно, очень много машин катаются без вот этого вот катализатора. Кто вообще должен за этим следить? Министерство окололи? Как будто бы нет. Нет, так скажу я. Во много вопросах. Органы, которые делают, ну, не органы или предприятия, которые занимаются техосмотром, ну, обычно же... Да, да. Техосмотр выдают же, ты без техосмотра не имеешь права... Да, дают специальный документ, да? Да, да. Который, типа, соответствует штандартам. Ну, я слышала, что техосмотр можно и за деньги сделать. А в Казахстане что за деньги? Да, да, да. Может, цифровой государство. Ну, кстати, хочу сказать этим ребятам, кто извлекает дорогие металлы из этих катализатов, ребят, начните собирать электронные отходы. Ты бы не представляете, сколько там таких металлов. Вы большинство сделаете плюсы, так что начните заниматься этим. Да, да, да. А нараски собирайте просто, мужиков. Они, кстати, тоже не перерабатываются. Не перерабатываются? Так что, если вы курите от нараски, вы не осознанный человек. Я вообще понимаю, что однораски это вот такой, ну, там же длитель есть внутри? Я не знаю, я даже не разбежалась. Я даже не разбежалась. Я даже в руках не держала. Я даже не знаю, как они выглядят. Там же есть как что-то, что держит заряд. А, это заряд? А что он делает вообще? Нагревает. Спасибо, как... Ну, у тебя вот у нас, когда ты... Паришь, паришь, паришь. А что хорошего в том, что ты паришься? 1500 затягов, и ты его не можешь зарядить больше. Да, да, да. Это электронные хернии, которые сейчас вышли, которые заряжаются. Ох, значит, у них внутри есть аккумуляторы, которые... Да, это разная тема. Получается, ты его бросаешь, а, как я понимаю, литий, он очень плохо влияет на почву. Нет, насчет лития, тут спорный момент, потому что есть разные аккумуляторы, которые не на литии работают. Вот, возможно, это какой-то из них. Надо просто разобраться. Не будем будить заблуждений, но если там литий, это прям очень опасно. Это нельзя вообще это выкидывать в общий мусор, если что. Это как батарейки. Да, как батарейки. Да. Мы же не... Ну, вообще нельзя по закону, даже по Экоколичу, она запрещена. Интересная тема. Нужно загуглить. Я думаю, что мы опять-таки сюда куда-нибудь вставим, что находится в составе одноразок, потому что, блин... Посмотрите. Вот те, кто продают, наверное, у них надо запросить какие-то документы. Я думаю, что пода у них есть. Единственное, что полезно сделал Мадья Ахметов, это был депутат. Он говорил про то, что одноразки надо запретить. Больше ничего. Что-то полезное. Ну, в целом, этот законопроект давно же уже рассматривают про электронные сигареты, вейпы, да, одноразки. Одноразки, которые заряжаются, это типа новые айкосы? Нет, одноразки, которые заряжаются, получается, ты не можешь там жижу добавить. Но одноразки в чём проблема? В том, что ты её куришь, а внутри жидкость есть, но зарядка заканчивается. А, да-да-да. Типа там пять тысяч затягов ты заряжаешь. Хотите попробовать? Зарядка, исследование, да-да-да. Мамы, бананы. Типа же прикол. Откуда ты знаешь, что хорошо название фруктов на английском? Не знаю. Ну, это же очень популярная тема. Да, даже, не знаю, в четвёртом классе ребёнок учится, и он такой уж одноразки. Это уже как тренд, да? Сколько проблем мы затронули, пока здесь разговариваем. Я вспомнила этот выпуск за Мандас, когда пришёл Асхат Ниязов к концу года, и они пытались вспомнить, что хорошего было в году, и не могли никак вспомнить. И мы тоже... И это такая пауза такая. Я каждый раз такая, так, сейчас повернём разговор в более позитивной русле. Ну, что-то как-то не выходит. Ну, подкаст на то и подкаст, когда ты особо тему на другую телу перекидываешься. Да, это естественная такая, знаете, эволюция такая, роста эпизода. Эволюция роста эпизода. Наш эпизод эволюционировал. Ну, что ещё можно сказать? В целом, наверное, нужно быть более осознанными, эко-осознанными. И я не знаю, стоит ли ожидать что-то от правительства, и вообще, сколько ещё нужно времени, чтобы мы пришли к чему-то. Поменялась глава Министерства экологии. Она же, почему, ну, молодая женщина в сравнении с... Да, Азольфия Сулеменова. Какая-то была, ну, у меня лично надежда на то, что будет всё, ну, будет намного лучше, будут какие-то перемены. Потому что, насколько я знаю, она и сама ведёт что-то около... Осознанный образ жизни. Да, образ жизни. Она не из мяса. Не из мяса, не носит меха, вот это всё. Ну, когда вышла эта новость от департамента экологии про то, что они в Алматы не зарегистрировали никаких, да, аномальных каких-то вредных частиц, что, конечно, погасло. Ну, это не право исследование самой Азольфии, конечно, это местный орган. Я думаю, что она... Небольшой пост администрировать. Да, какое-то признание, что... Да, право. Мы слышали, мы слышали. Суду из-за чего? Проблема, да, сказать. Да, ребята, в Алматы плохой воздух. В 2026 году тест перейдёт на газ, тогда всё станет лучше. Мы ничего не можем делать, просто ждём. Хотя бы так, да. Потому что Токаев вроде признавал, да? Озвучивал эту проблему. Он озвучивал, и пробки он озвучивал. Но это было так иронично, когда он озвучил пробки. Он просто приехал, всё же перекрыли, и были пробки, и потом такая говорит, ну, пробки так негативные. Вы не приезжайте, пожалуйста, извините. Да, я помню этот день, когда он приезжал. Да, этот день помнится. Ну, в целом, говоря про правительство, я вообще сторонник того, что если ты можешь это сделать, начни делать. Условно, веди блог, говори, да давай инструменты людям. Мы вообще с такой позиции, если реально в своём движении, в фонде, где мы сейчас активно идём свою работу, мы всегда говорим, что ты можешь сделать? Если у тебя есть на это ответ, давай начни это делать. Не надо ждать Акимат, или Акимат во всём виноват, где Акимат, куда смотрят Акимат. Да, ну, когда мы вообще в целом погружаешь в эко-проблемы, вот пока слушала последний тезис, я вспомнила, что у нас же есть новая программа углеродной нейтральности, принята до 2060-го года, и по этой программе мы должны пройти к углеродной нейтральности, то есть это ноль выхлопов, то есть все заводы у нас переходят на супер-пупер-фильтра, на экологичные виды топлива, что мы там условно получаем теплоэлектроэнергии самых экологичных видов, это будет в 2060-м году, у меня был вопрос, почему 2060? И мне было так страшно, а мы доживём до этих 2060-х. Мне сразу вспомнился плакат на прошлогоднем митинге, там было написано, что я не доживу до Казахстана 2050 с вот такой вот экологией, ну и правда, да. А сколько это вообще реально, стать углеродной нейтральными, ну даже до 2060-х? Я, честно признаюсь, я программу полностью не прочитала, ну там описаны разные тезисы, инструменты, ну блин, когда вспоминаешь вот все наши программы, эти же Рухани Жангару, 2030, вот эти, эта программа 2050, и у меня, честно, нету надежды. Мы сегодня только вот записи подкаста утром обсуждали, и у нас спросили, вообще, какова ваша миссия как экологическое движение? Вот вы в городе Алматы, что вы сделали за 5 лет? Какой у вас был импакт? И мы делимся статистикой, и когда она нас спрашивает, в чём твоя миссия? Ты же активист. Я говорю, слушай, я вообще желаю, чтобы наша работа была не нужна, чтобы мы были не нужны, чтобы вот такие вот подкасты были не нужны, чтобы мы не говорили, блин, проблему воздуха, и многие люди даже не интересуются этой проблемой, а мы сейчас затронули только одну проблему, а их очень много. Мы сейчас не говорим ни про животных, ни про растения, ни про водный мир, да, если погружаться и снимать вот эти вот слои, их же очень много. И я вот просила, блин, я давно хочу научиться играть на гитаре, а у меня нет времени, вот поверьте, у меня нет времени. Я так хочу этому научиться, да, или заняться своим хобби. И говорю, блин, надеюсь, мы доживём до этого момента, когда не нужны быть наши уборки, посадка деревьев, что мы не будем давать какие-то лайфхаки, трубить, писать в министерство, дёргать акимат, жаловаться в департамент экологии. Я очень надеюсь, что мы доживём до этого момента. Ну, врать не буду. Я не надеюсь, так. Но было бы круто. Вообще-то, хотела я такой на позитивной ноте закончить. Ну, надеемся, мы доживём. Мы все умрём, Нет, всё в связи к тому, что мы умрём. Мы, мы когда читаем лекции, уроки для школьников, и они начинают, вот, это экологично, это не экологично. И один такой парень, он в мачке, я помню за мозг, мы все умрём. И потом, мы уже начинаем объяснять, что всё-таки, да, наша земля, вообще в целом наша планета, она и без нас проживёт. Поверьте, сколько она пережила, да? Она и всех нас переработает. Человек, когда про экологию говорит, он, по сути, о себе переживает. Да, в экологии, я, в первую очередь, я себе согласна, классно сказать. Поэтому, как-то так, ребят, надо быть просто активными, хотя бы признать, что есть такая проблема, признать себе, да, сказать, что какой бы у тебя уровень социального положения, не было, признаться себе лично и максимально делать то, что ты можешь. Если есть петиция, поддержать петицию, если есть, не знаю, пост, да, какой-то полезный, противо максимально расширить, лезть в политику, говорить, что у тебя есть права. Мы как-то помним, разбирались, и был такой момент, что с какой, а, с гражданского кодекса пытались убрать эту, там был такой маленький тезис, что каждый гражданин Казахстана имеет право на чистую, благоприятную окружающую среду. И этот тезис хотели убрать. И когда Вадим Ни, вот известный тоже юрист, по эко-праву, и он когда начал говорить про эту программу, мы такие, почему? И все начали писать, отправлять письма от фонда, ну, все как мог, и в итоге эти права оставили. И, представляете, никто бы даже не узнал, что мы даже, согласно, там, условно, нашему главному документу государства, что у нас даже просто, там, пытались убрать вот такое вот наше право на чистую окружающую среду. А мы на это право каждый раз ссылаемся, когда, условно, те же самые петиции или документы отправляем. Поэтому, ребят, важно лезть в политику. Политика, это не то, что что-то где-то рядом в соседних странах. Это то, что составляет нашу жизнь. Да. Ну что, я думаю, на этой прекрасной, позитивной, мы старались, позитивной ноте, да, мы можем закончить. Ссылки на все петиции, на все документы, о которых мы упоминали, мы оставим в описании к этому ролику. Вот, да, будьте эко-осознанными, осознанными просто, не бойтесь выражать свою гражданскую позицию, будьте гражданскими активистами, и дай бог, мы все доживем. Спасибо всем за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова